Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 3 мая, а 5 мая в окружной столице состоится окружной конкурс программ педагогических отрядов Югры на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период. Сегодня в нашей утренней студии специалист регионального молодежного центра Анастасия Шевелева и победитель прошлогоднего конкурса, руководитель педагогического отряда «Наш Формат» Вера Княжева. Доброе утро! Анастасия, расскажите подробнее о конкурсе. Ну, наше учреждение проводит данный конкурс уже третий год. Мы приглашаем все существующие на территории нашего автономного округа педагогические отряды презентовать свои программы для того, чтобы они могли реализовать свои умения, навыки и так далее с детьми. И любовь к детям. И любовь к детям в том числе. На базе стационарного лагеря конкретно в республике Болгария, а также на дворовых площадках нашего округа. Какие номинации в этом конкурсе? Ну, номинации всего три. Победители получают гранты первое-второе место на организацию отдыха на базе стационарного лагеря и на базе дворовой площадки. Также первое место одно. А сумма какая, если не секрет? Стационарный лагерь первое место грант 550 тысяч рублей, второе место 350 тысяч и дворовая площадка 50 тысяч рублей. Отлично. Мы просто, Алиса, не для себя же заинтересовалась. А, кстати, вот у педагогического отряда должно быть юридическое лицо какое-нибудь или нет? Вер, может быть, вы скажете? Да. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, ну и получить эти денежные средства, необходимо, чтобы была некоммерческая организация. Так. Да, то есть, ну, при наличии только такой организации можно участвовать в конкурсе. Да, в конкурсе. То есть, вот собрались педагоги талантливые, которые любят детей и решили поучаствовать, скажут, нет, извините, да, только с образованием. Ну, физическое лицо нет. Ну, что нужно сделать, чтобы заявиться в конкурс? Для заявки в конкурсе необходимо, естественно, разработать программу, которую будет необходимо реализовать в течение текущего года. Она должна быть действующей или достаточно на бумаге, чтобы она хотя бы была? Нет, она может быть не действующей, а программа запланирована, но должна быть она реализована в течение года, когда проходит конкурс. И потом, соответственно, произведен отчет. То есть, делается программа, необходим список педагогического отряда, который будет участвовать в реализации программы. Ну и некий перечень еще документов сопутствующих. Где-то их можно посмотреть у вас на сайте? Да, конечно, на сайте нашего учреждения есть положение у конкурса, где все подробно очень прописано. А вот осталось ли возможности и время для того, чтобы сейчас заявиться? Или тут, в принципе, третье, четвертое, пятого уже подводятся итоги? Ну, в этом году мы решили продлить регистрацию и возможность подачи заявок до максимума, так скажем. Поэтому все желающие, кто хочет принять участие, еще, конечно, могут подавать заявки. А сколько у нас всего в округе педагогических отрядов? Ну, так, чтобы иметь представление. Вопрос очень хороший. К сожалению, нет у нас такой информации. Не ведется учет. Но заявок сейчас могу сказать, что на сегодняшний день заявились пять от педагогических отрядов. Вера, а вы как использовали свой грант? Ну, мы использовали его на... И с какой программой вы заявлялись? Вы же каждый год участвуете, да? Да, каждый год мы участвуем, каждый год мы заявляемся. И каждый год программа новая. Да, это фишка, так скажем, фишка нашего педагогического отряда. Мы каждый год делаем новую программу. Единственное исключение в этом году, так как нам 10 лет, мы переработали свои программы, да? То есть самые удачные, так скажем, на наш взгляд, которые получились у нас за тот период. Ребрендинг, как говорят сейчас. Да, и вот что-то обновили, что-то добавили, и в этом году хотим повторить. Ну, во-первых, и дети уже сменились. Почему мы не повторяем свои программы? Потому что дети к нам приезжают каждый год, ну, повторяются, да? И когда ребенок приезжает во второй раз, он не хочет оказаться в той же самой игровой ситуации, в той же самой игровой модели. И он знает, что будет в конце, да? То есть дети обновились, так скажем, да? То есть аудитория у нас обновилась за 10 лет. Поэтому для ребят, которые приедут, для них они будут новые эти программы. В прошлом году мы выиграли, то есть если мы говорим про прошлый год, в прошлом году мы выиграли, и те деньги, которые мы получили, да, то есть ту помощь, она действительно очень нам помогла, потому что это возможность выехать нам к месту реализации программы. То есть, ну, дорога-то замечательная. То есть можно и на эти цели потратить, да? Да, можно за свой счет туда добраться, но потому что у нас студенты в основном, да, то есть преимущество у нас студенты, и достаточно... А вот вы сказали, дети меняются поколения, а поколение в вашем педотряде меняется? Да, конечно. И как часто обновляются? Ну, вот, например, в этом году, вот вчера у нас была встреча, вечером, да, вот буквально... Все как новенькие? Все новенькие, да, и два, так скажем, ребенка, да, то есть они в прошлом году ездили к нам в старший отряд, были детьми, в этом году они уже вожатыми едут, вожатыми, да, и один из них, Михаил, да, то есть он здесь в городе Хантамансийске у нас проживает, и он приехал к нам в лагерь, и вот он с первого, так скажем, да, то есть в 12 лет он приехал, вот ему сейчас 18, то есть вот на протяжении 6-7 лет он ездил, и сейчас он вожатый. И у нас есть такие случаи, ну, и это круто, потому что ребенок понимает, то есть я как руководитель педагогического отряда, мне приятнее, да, то есть брать того... Но вы на одном языке разговариваете. На одном языке, да, и он понимает, даже если он еще не работал, он уже понимает, что будет твориться. А кого вы берете в отряды? Есть какие-то критерии? А, среди вожатых. Какими талантами нужно обладать? Ну, в первую очередь... Педагогическое образование вообще играет роль, или здесь это не главное? Ну, вообще, лично моя убежденность, что педагогическое образование — это не самое главное, потому что практика показывает, что намного лучше вожатыми становятся, лучшими вожатыми становятся те ребята, которые не связаны с педагогикой никак, потому что нет вот этого отпечатка, так скажем. Но, тем не менее, они проходят курсы подготовки, да, и то есть азы какие-то они получают, там, и возрастную психологию мы даем, да, то есть чтобы что-то было у них, там, как бы представления они имели. Вот, ну и, конечно же, самое главное, чтобы, ну, вот, когда встречаешься с вожатым, у нас достаточно большой поток, да, когда мы набираем, на самом первом этапе, у нас большой поток идет желающих, так скажем. Так, а потом... И щелкает где-то внутри, вот, ну, как бы сидишь, общаешься и понимаешь, да, ну, как бы это наш формат, вот, ну, и название у нас такое — наш формат, да? Есть вот вроде бы все здорово, а не здорово, ну, как бы, ну, что-то не то. Он должен быть в первую очередь человек, да, то есть он должен быть добрый, хороший. Да и глаза, как у вас, должны гореть. И гореть должен, да, изнутри. Анастасия, а можно сказать, вот, чтобы составить представление о тех программах, с которыми заявляются педотряды, о чем там идет речь? Ну, чтобы сейчас вот взрослые люди, те, которые были когда-то в пионерских лагерях, понимали, о чем мы сейчас говорим? Ну, программы, на самом деле, у всех... Самые разные? Да, у всех очень разные. Самая главная цель, чтобы детям было весело, чтобы они были заинтересованы, чтобы каждый день в их лагере был какой-то... особенный, очень запоминающийся. Вау! То есть очень насыщенный, да, все на это направлено исключительно. Итак, до 5-го числа, то есть 5-го числа станет известно, кто станет обладателем мигрантов среди педагогических программ. Да, публичная защита. Ну что ж, большое спасибо. Мы, тем, кто заявился, желаем успехов и удачи, Вера, вашему отряду в том числе. Спасибо. И желаем, чтобы лето было удачным не только с точки зрения педагогических отрядов и детей, но еще и погоды. Спасибо. И хорошего дня. Спасибо. 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 Продолжение следует...